Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Елена Самарина. Первый чистый четверг месячника весенней санитарной очистки пройдет сегодня в Барнауле. К уборке планируется привлечь 8 тысяч человек. Это волонтеры, студенты, управляющие компании и активные жители города. Рабочие задействуют около 50 единиц спецтехники. В Железнодорожном и Центральном районе на уборку выйдут около 30 предприятий. Их сотрудники приведут в порядок прилегающие территории, организуют мойку фасадов, закрасят надписи. В Индустриальном районе волонтеры выйдут на уборку на пересечении улиц Панфиловцев и Энтузиастов, Георгия Исакова и Павловского тракта. Сквера Победы, территории в районе дома по улице Шумакова, 51. В Октябрьском районе запланированы экологические акции по выращению снега и уборке мусора. Дорожники помоют и очистят от объявления остановки, приведут в порядок дорожное ограждение. На дорогах будет работать техника, которая предназначена для очистки дорог от пыли и снега. На центральных улицах Барнаула вновь можно заметить скамейки. В настоящий момент рабочие вывезли более 40 штук, а в ближайшее время на свои места вернутся еще столько же лавочек. Их, а также урны и малые архитектурные формы вновь поставят на набережной, площади Мира, в сквере Химиков, на Ленинградской аллее, улицах Георгия Исакова, Молодежной, Профинтерна и многих других участках. Как сообщает администрация города, рабочие проверяют состояние скамеек, промывают их от пыли, в случае необходимости красят. Такую же работу будут периодически проводить и в течение лета. Кроме того, с начала недели озеленители приступили к уборке лапников с цветников Барнаула. На затененных участках убирают остатки наледи, ворошат снег, прочищают водоотводные лотки и водоприемные колодцы. 45 тысяч тюльпанов распустятся к майским праздникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. 400 школьников и студентов со всей России и стран ближнего зарубежья посетили второй всероссийский форум речевого искусства «Верба». Он прошел в Барнауле в начале апреля. Конкурсные прослушивания, мастер-классы от известных на всю страну театральных деятелей и любовь к русскому языку объединили участников. Как это было в следующем материале. Вместо шапки на ходу он надел сковороду, вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный, с улицы бассейной. Егор Абросимов в образе рассеянного человека. Героя стихотворения Самуила Маршака. Мальчик занимается в Новоалтайской театральной студии «Азарт». Девятилетний Егор мечтает стать изобретателем, любит математику и при этом обожает сцену. Выступать любит, как он выразился, до головокружения. Поэтому решил участвовать в конкурсе речевого исполнительского искусства. Я прям сюда вложился всей душой. Мне нравится его читать. А ты тоже считаешь себя человеком рассеянным? Ну, да. Однажды я выбросил сменку от азарта вместо мусора. Сменную одежду? Да. Конкурсное прослушивание – часть программы второго Всероссийского форума речевого искусства «Верва». Его придумали в Алтайском государственном институте культуры с целью сохранить чистоту русского языка. В этом тоже огромное значение этого фестиваля. Ребенок приобщается к литературе, начинает больше читать, интересоваться, искать для себя интересные моменты, откликающиеся в его маленькой душе. Ну, тут не только маленькие, конечно, дети есть и взрослые. Но, несмотря на это, душа через это растет. А для будущих актеров прошла серия мастер-классов. В Барнаул приехал знаменитый российский театральный педагог, профессор Российского института искусств Юрий Васильев. Два кровава. Крыло смысла и крыло нервов, чувств. Театральный деятель попытался пробудить в начинающих актерах их настоящие чувства и избавить от искусственности с помощью своих оригинальных методик совершенствования голоса и дикции. Цель, конечно, связана со сценической речью. Вообще с возможностью и слышать, и чуять русскую речь. Не то чтобы язык, а именно речь, как она организуется, в ритмах, как течет. И поэтому и мячик был нужен, чтобы ритмы ухватить, чтобы действовать этими ритмами. Традиции отечественного речевого искусства объединяют. В этом году в Вербе участвовали 400 школьников и студентов из 27 регионов страны. Масштаб форума с годами растет. Впервые приехали участники из Казахстана и Узбекистана. Анна Москаленко, Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. Это были все новости. Хорошего дня.